Ну а нас тут свои песни. Начинаем. Василий, подпевай. С удовольствием. В нашу гавань заходили корабли. Между прочим, не просто так заходили, а чтобы почистить перышки, что называется, своего кельватора. Специалисты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали уникального робота, который поможет очистить корпуса судов от водорослей и микроорганизмов прямо в море. Все дело в том, что подводная часть судов довольно часто обрастает водорослями. Это плохо отражается на мореходных качествах и увеличивает даже расход топлива. Подробнее обо всем поговорим с нашим гостем. У нас в студии Антон Александрович Жилинков, декан факультета цифровых промышленных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Антон Александрович, доброе утро. Доброе утро. Вот сразу, сразу покажите нам, расскажите об этом роботе, как он вообще выглядит. Представляется какой-то такой ползающий поднищий судно. Подводный такой, робот-амфибия. Ну вот это он, это он, да? Да, аналогию можно провести, если с животным миром, то он подобен геккону. Закрепляется на стенке, ползает, в том числе по отвесным поверхностям, как на надводной части, по надводной части корпуса, так и подводной. Он у меня длинный такой геккон. Ну вот сейчас мы видим как раз... Чтобы тщательнее очистить. Судно в доке где-то находится, правильно я понимаю, демонстрируется? Это, да, испытание, это демонстрация. Но он также может работать и под водой, и прямо в Санкт-Петербурге. А в открытом море, насколько я поняла. Почему возникла такая необходимость создания вот этого способа очистить? Потому что сейчас, ну, во-первых, чистить надо периодически, это требование, и осматривать в том числе состояние корпуса судна. И для того, чтобы это сделать, сейчас приходится вызывать специальных водолазов с устройствами, это опасно, это дорого, либо ставить судно в док. Это долго, тоже дорого, и востребованы вот такие системы, которые позволяют прямо в акватории проводить... Они уже прямо сейчас работают, эти роботы, или это пока только еще стадия испытаний? Нет, это пока стадия испытаний, со следующего года, с весны планируется изготовление уже... Но это уже скоро, весна это уже скоро. Но мы так понимаем, что еще в чем новаторство вот этой новинки в том, что это экологичное устройство, вот в чем его экологичность? Сразу думаете, что оно не засоряет моря и океаны, а как водолазы тогда засоряют их? Дело в том, что, да, сейчас в основном чистка производится либо песком, чтобы исчистить эти организмы, достаточно трудно, да-да-да, пескоструйная технология, либо щетками. И вся эта взвесь, если это делать в море, в открытом, мы фактически наносим урон экологии. Вот почему. А как часто вообще нужно чистить корпус судна вот таким специальным роботом, и как быстро он, например, огромный вот такой корабль сможет очистить от водорослей? Да-да-да. Ну, как минимум раз в год осмотр судна и очистка в зависимости от площади, поверхности корабля. Ну вот смотрите, например, вот СИЗО огромный стоит, вот сколько его, неделю будет чистить робот? Здесь несколько вариантов есть. Если одним роботом, то это может занять, в зависимости от степени очистки, еще несколько дней. У нас уже несколько роботов на одном корпусе. Мы вот видели кадры, вот можем еще раз посмотреть, как проходили испытания в ДОКе. И вот видим, операторы, видимо, это те водолазы, которые остались без работы. Все-таки робот самостоятельно это делает? Или за ним следят? И управляет оператор как оператор? Варианты возможны. Оператор по умолчанию может управлять. Дальше есть какая-то программа минимум. То есть мы задаем, какую площадь очистить, и он по ней сам ползает, составляет карту, очищает. Если более сложные поверхности, желательно иметь какую-то карту поверхности судна. А, наверное, там как-то загружается, да? Да, да. Я так понимаю, что не только корабли, но и некие морские сооружения. Подводные части. Представила какие-нибудь там буровые вышки, которые стоят в море. Совершенно верно. То есть тоже может чистить? Да, вот сейчас для одной из больших буровых вышек, нефтедобывающих вышек, мы делаем робота, как раз который будет очищать вот эту всю поверхность. Она там еще больше по площади и надводная, и подводная. Проверять, очищать. А вот имеет ли значение поверхность? Понятно, что корпус судна все-таки металлический. Может ли он, например, гранитные набережные чистить, мостовые какие-то, может быть, части подводные, которые держат весь мост, или что-то еще? Да, мы прорабатываем параллельно, чтобы создать, так сказать, линейку. То есть это будет такая линейка роботов, впоследствии, которая будет, каждый робот будет выполнять свое определенное. Знаете вы что, Антон Александрович, всегда же надо как-то красиво назвать новый прибор, новое устройство. Название уже есть? Рабочее название – Экобот. Экобот. Назовите Василий. Экобот Василий сидит рядом с тобой. Василий Мариман. Я думаю, мы сможем. Людмила, Антон Александрович, на самом деле, спасибо вам большое. Будем рады видеть с Экоботом в нашей студии. Приходите. У нас хоть подводных частей нет, но есть жители подводного мира. Может быть, и от них тоже немножко очистите нас. Приглашайте. Спасибо большое.